Поздравляем наш вечер. Значит, очередную литературу, поэтическую встречу. Спасибо. Спасибо, Рома. Я ни к кому, я ни к какой-то смертной. Я хочу немножко объяснить. Есть такой проект Поэзия, реальность и монтаж. В частности, есть такая группа Поэт-революция, подчеркиваю, да? И вот ребята из этой группы Предложили устроить вечер Который, так и называется, критический вечер. Ну, естественно, все это по поэзии. И я так подумала, что, наверное, это будет здорово Вот именно, чтобы вот так вот сегодня все и происходило. Во-первых, сразу оговорюсь. Мы делали ВКонтакте Такое объявление, да? И у нас, я была вчера в шоке, Значит, появилась масса комментариев, Которые я даже не успела прочитать, Которые я хочу всем поставить к виду, Чтобы так... Да, да. И комментарии эти какие-то, в общем-то, Все такие дружественные. И вдруг, значит, одно, один там момент... Ну, кстати, может... Герой-троль. Значит, начинает вот этот пиар. Черного пиара нам абсолютно не нужно. Приходит тот, кто хочет. Итак, вечер критический. Но главный герой нашего вечера сегодня, И у меня, между прочим, гость Иван Родионов. И вот с Ивана мы сегодня и начнем. Все красивые и яркие слова Будут говориться сегодня из ваших гостей. Я буду просто иногда кое-кому давать микрофон И объяснять, что... Ну, как бы, ниточка такая, Чтоб вы сами дальше все продолжали. Ванечка, входите сюда. Так, а я вам представляю то, что знаю. Это наш гость. Вот этот молодой, симпатичный человек, Который приехал из Волгограда. И, более того, для него поэзия, Поэзия, оказывается, ну, я так поняла, Уже лет 10 она для него, эта тема. Более того, я почитала сама лично Ссылочки ВКонтакте, которые он прислал любезно там, да? Что этот человек делает с поэтами, Когда они ему говорят, Ваня, а покритикуй вот и мое тоже, и мое тоже. И вы знаете, мне понравилось. Вот. А так как у нас сегодня критический вечер, Значит, никаких баталий не будет. Тамагавки все сняты специально со стены. Баталии у нас будут только интеллектуальные, да? Более того, кто хочет. Вот у нас есть пианино замечательное. И здесь не возбраняется все, о чем я вам говорила. Значит, не стесняемся, не толкаемся при входе. И вечер начинаем. Итак, Иван Родионов. Все, добрый час. Спасибо. В первую очередь, хотел сказать спасибо ребятам за организацию всего этого дела. Думаю, публика насыщена уже всевозможными стихами и прочим-прочим. Недавно буквально разговаривал с одной девушкой про то, что был такой-то вечер поэтический. И то всем все надоело, что каждый уже устраивал какие-то нелепые перформансы, там, скакали, какие-то звуковые видео, танцы, пляски, перформанс. Нет, я просто буду читать стишки, просто буду критиковать людей, пытаться критиковать со своей точки зрения. Кому нравится, посмотрим. Еще хотел сказать такую вот вещь. Недавно тоже разговаривал с одним замечательным поэтом, Сажнев, у него фамилия, он из Саратова города, рядом с нами, да. Хотелось бы именно какую-то свежую струю привнести. Пусть не именно я, но оно обязательно на это дело грядет, я уверен. Если говорить все образно, то сидят в салонах, может, люди там, да, как-то нюхают кокаин там, творческий, или что-то еще. А надо прийти, нагадить в угол, и это будет гораздо лучше. Я взял гумажонки какие-то, тут, в принципе, список просто стихов и рецензий. Стихи я буду читать, естественно, на память. Я попрошу только присутствующих участников, все-таки, когда говорит поэт, иметь уважение его слушать, потому что приходят те, кому интересно. Спасибо большое. Да ладно, я тоже, может, ржал. Нет, и дело не в этом. Плохо слышно, ребята, на камеру будет слышно совсем фигуру. Ржать не возбраняется. С программного такого стишка называется «Возвращаю билет». В принципе, с него началась концепция. Это года три-четыре назад начал писать подобный план стихи. Именно злые, мужские, без... Читаю сейчас много стихов, даже самых лучших, там, Даниловых, Соломоновых и так далее. Это круто. Но это все такой степень повторения. Вот, например, человек, я не буду называть имени, писал про войну, но там столько тысяч возможных отсылок, аллюзий, там, игра, рифм, прочее, прочее. Это круто, но это кокетство какое-то, черт возьми. Должно быть как-то проще, страшнее. Вот, и именно к такому я иду. У меня есть любимый исполнитель, вот, мой одноклассник, мой друг, про Немир его зовут. Вот, мне его творчество очень близко, и у меня немного в другом ключе стихи, но для меня это в хорошем смысле слово ориентир. Вот, и первое стихотворение называется «Возвращаю билет». Напеки мне пирожков из стекла, и я хочу, чтоб солон рот до краев. От меня меня всю жизнь берегла, время вышло, отдавай мне мое. Птиц невыгодно держать в заперти, мы торчали в этой башне вдвоем, ты просила, упадем, полетим, я толкнул тебя в оконный проем. Отпусти и ты, красивый Господь, ты набил меня на правом плече, пусть течет сквозь щели глупая плоть, покидая твой дырявый ковчег, пусть воздастся с превеликой лихвой, буду в клювы целовать воронье. Я сегодня возвращаюсь домой, время вышло, отдавай мне мое. Спасибо. Может быть, мы немножко, вот, критический разбор? Да, извините, пожалуйста, Иван. Вот ей поступило такое предложение. Я вообще считаю так, что поэт, вот, захотел, прочитал то, что он хочет, потому что Иван сегодня, действительно, это как презентация какая-то какой-то такой. Иван, мы сегодня устраиваем его вечер, он главный герой. Часть, вот, критика другого... Хотите прочитать, ради бога, если... Нет, нет, есть предложение другое. Вот поступило другое. Сейчас, вот, на голосовании. Стихотворение читает Иван, и кто-то идет в какая-то полемика в течение, там, трех-пяти минут. Ну, если у Романа возникнет вопрос, почему бы ему их не задать? Но только сейчас, давайте мы не начнем с критики все-таки сразу. Я хочу, чтобы Иван сегодня прочитал стихотворения свои, которыми бы он себя показал как поэт. И ради бога, как ему интереснее будет. Иван, смотри сам. Либо после каждого стихотворения у тебя возникают вопросы, либо все-таки цикл какой-то ты прочитаешь. Хотя бы пару-тройку стихотворений для знакомства. Цикла там особого нет, они там в разнобой. Нет цикла, но и пару-тройку стихотворений. Вот как вы, глоб. Читай стихи, читай стихи. Ну, давайте сейчас я парочку еще прочитаю, тогда... Давайте так. ...то там писали критика-критики, перекритики и так далее. Сегодня не поэт, прежде всего. А критику мы чуть-чуть позже. Тогда чуть-чуть пожестче, раз уж пошла такая песня. Стихотворение называется «У папа была собака». А он такое светлое, милое. У папа была собака, у маман дружок и возраст. Всяк сосал родную мякоть, только я один бесхозный. Есть у ангелов копытца, у чертей от нимбов плеши. Я ж один, мне скоро тридцать. Кто придет меня утешить? На меня героям похуй у ваших культовых книжонок. В них не отыскать подвоха, но он есть. Я чую жопой. И одна и та же песня в будуарах, в арткофейнях. Чертик корчит интересность, ангел ботает по фене. Кто ебет твою Елену, Ленин или Тарквимада? Абсолютно параллельно с колокольней продотряда. Я ж один, и мне не стыдно. Помоги себе сама я. В поле бесно сводит, видно, в салки с ангелом играя. Спасибо. Собственно, именно по творчеству еще хотелось бы сказать такую штуку. Не надо бояться никакой такой фигни. Если там будет слишком злобно, это не от того, что я люблю пакости, гадости. Просто есть светлая сторона какая-то, есть темная. И мое дело показать темную без романтизации, без вот этой всей, без каких-то тьмы, бла-бла-бла, сатаны, дьяволов и прочее. Просто простые страшные вещи. Если это получается, то моя, собственно, миссия на этом и выполнена. Сейчас я еще что-нибудь прочитаю, тогда третье. Может, тогда начинать какую-то полемику, что ли. Да, кстати, я к словам автора хочу добавить, что название поэзия — это реальность и монтаж. Поэзия не вынося, а реальность и монтаж не подчеркивает эту тему. Сфотерение называется «Черновики снежных людей». Холодно, малютка, время слушать сказки. Как из чашки чертик цедит горький сок. Башмачки Венеры да анюты глазки. Хоровод чахотки, ребра колесом. Холодно, малютка, басенками грейся. Выгорки в печурке, гибель корчмарю. Ни черта не нужен, черта, глупый месяц. Петельку приладить развеладный крюк. Спит в берлоге мишка, спит в гиене грешник. В келье спит монашек с заячьей губой. Кашлянет в платочке алые черешни. Околеет чертик, мерзнем мы с тобой. Утром двое штатских с лицами актеров Рожки до копытца бросят в кузовок. Потерпи, малютка, потеплеет скоро. Я умру в сочельник, ты на Рождество. Спасибо. Я слушаю вас, дамы и господа. А можно спросить, в чем суть этого стихотворения? Я знаю, Роман Заманилов оставил очень хороший отзыв на это стихотворение. Можно спросить, в чем суть этого стихотворения? Суть любого стихотворения, если его разбирать досконально, вряд ли будет какая-то простая и однозначная. Это тогда получается басня. Если говорить именно про это стихотворение, то здесь тема незащищенности человека именно в этом мире. Это раз. Во-вторых, там много кавкианских отсылочек, в частности к сельскому врачу, теме холода, теме именно одинокости посреди метели. Метель еще старая такая тема наша, поэтическая. Можно влог и еще кого-то вспомнить. Ну и последние как раз там строчки, тоже к тому же отсылочка. Двое штатских с лицами актеров это окончание романа «Процесс» того же самого кавки. И, собственно, тема та же самая, оторванность человека. А вот в чем смысл символа? Зайчий губой монаш. В чем смысл символа? Монах Зайчий губой – это источнение Кроули. Если я не ошибаюсь, он называется «Солдаты Горбу». Там как раз-таки был такой персонаж, который мелькал. Я просто хотел там такую отсылочку оставить. Можно, да, вопрос. Иван, на самом деле… А давайте в микрофончик, чтобы присутствовать. И давайте так, представляете, потому что у меня где-то базар, вы же тоже учились в Китае. Да. Вот. Представляете, вы же с куле в вашем. Добрый вечер. Валерий Симонов, участник творческого коллектива «Поя революция». Иван, а читая в интернете твои стихи, ничего, что на ты? Да нет, конечно. Я читаю в интернете, часто в «Поя революция» твои стихи, я постоянно нахожу что-то общее в нашем с тобой творчестве и что-то для себя в нашем постоянном. Ближе, ближе. Скажи, пожалуйста, что побуждает тебя писать именно такие стихи? Может быть, какие-то писатели, поэты, которых ты очень любишь? Может быть, что-то иное? Что побуждает писать вообще, это неведомо. Я думаю, никто не может ответить на вопрос. А именно такие. Ну, такие на самом деле сейчас и пишутся. У меня был такой период, я захотел именно каким-то усилием воли, каким-то усилием мысли начать писать что-то немного другое. Может быть, что-то светлое, потому что самого достает вот это вот мусоление, там, какого-то мрака, вот что-то такое. Но оно не получается. Видимо, по-тое дело и заточено. Читать? Читаю я довольно много, и не могу сказать, что какие-то там есть суперлюбимые. Ну, те же самые Маяковский, тот же самый Кавка, тот же самый там какой-нибудь Селлинджер, не знаю. Отовсюду хватаешь по чуть-чуть. Потому что что-то пригодится обязательно. Вот, заначка так кладется и где-то вылазит. А вот у меня вот по продолжению прошлого вопроса. Дело в том, что в наших стихах очень чувствуется южно-русская погода, степь. Вот я вспоминаю свои дни на Дону, на Донце, вот в Волгограде, на Волге. Просто человек из Волгограда. Очень жарко, да. У меня скачивают под жаром. Очень свежо, очень такая вот простор, степь. То есть, вот это чувствуется стиха. Свежесть, вот жара, как-то вот вы чувствуете. Но сравнению с нашим... Это плохо или хорошо? Нет, я просто спрашиваю, насколько вот климат, вот эта погода, да, эта степь, она вот... Как бы вы сами или вы просто не задумывались никогда об этом просто? Вот интересно узнаете. То, что я писал раньше, там такие ученические, скажем, стихи, там были пейзажники, как раз-таки постоянно мелькала степь, и если степь, чаще как раз зимняя степь, то есть такое белое полотно. Ну, а дальше, сейчас, конечно, уже каких-то прямых пейзажей нет. Я часто думал, вот именно, может, не пейзажное, а вот именно сам Волгоград и сама вся земля волгоградская, которая, как известно, довольно с мрачной аурой, именно из-за Сталинградской битвы, из-за всяких еще таких перипетий. Мрачный довольно городок, вот, и сама земля такая. И поэтому что-то такое и появляется там. А можно я тоже скажу, вот, пару слов, кстати, вот, ой, Рома, ты все, вот, в чем смысл, в чем смысл? Я хочу сказать, вот, за себя, вот, когда я пишу, я пишу, мне понятно все, да? Когда я читаю, читаю, если мне непонятно, мне интересно, я откладываю. Вот, например, я умру, слова, там, в последней строчке, да, ты на Рождество, я умру, победу. Вот меня в этом стихотерении, я в ВКонтакте читала, меня очень это умруло. И вот то, что сейчас Иван стал говорить, откуда он брал источники, вот, откуда у него там шло, кавка, вот, и пятое, и десятое, ну, то есть перечисления, да? Вот, мне кажется, это даже для поэта не требуется, потому что либо он воспринимается читателем, либо он не воспринимается, или слушателем. Для меня поэзия должна трогать, и там вообще тема очень большая, потом будет сеть вечеров, встречу справиться, вообще там поэзия, критика, это не суть. А вообще стихи, душевные, вот, что я хочу сказать. И слово, ты стал говорить про Волгоград, да? Мне настолько вот сейчас понравилось слово, не одиночество, а одинокость. Вот это будет для меня, останешься ты, Иван Родионов, в памяти. Вот этим словом, я один раз была в Волжских этих степях, единственный раз. И впечатление, вот, когда для творческого человека попадаешь там из огня в пруме, и вот этот говор, вот, интонация, речь, да? И в то же время, я считаю, что человек правильно сказал, открыто и откровенно он сказал, я хочу, может быть, это буду не я, но я хочу увидеть нечто новое, незамыленное. И в данном случае он, конечно, мог бы написать там, мистикой, уходя в графику, там, все это, я не знаю. А он говорит, я хочу просто и реально то, что вижу, писать. И это похвально, я считаю. Вот такой вот я Бараваду сейчас выпустила. Спасибо, что интересно. Так, пожалуйста, следующий кто, вопрос или что-то пожелание? Спасибо. Да, забудьте, почитаем. Так, что-то тут у нас еще интересное. Есть вот такое стихотворение, коротенькое, называется «Колыбельная». Там буквально 3-4 стиши, вот его сейчас прочитаю. Оно на самом деле очень светлое, хотя многие говорят, а жуть какая-то. Нет, на самом деле там, раз уж предварить тогда возможные вопросы про смысл, про сути, про прочее. Во-первых, там как бы полемика с таким стилем, как полосковщина, такое современное девище стихоложество, я бы сказал, когда идет там загромождение «Знаешь, бейк там, бла-бла-бла» и прочее, прочее. А другое, что это как притч небольшая, может быть, с не очень хорошим концом, но повествующее о том, что пока ты гонишься за какими-то эфемерными своими целями, там, да, у тебя разбито сердце, у тебя что-то такое, ты теряешь настоящую беду. Ты можешь ее просто проглядеть. У тебя может умереть кто-то близкий или что-то с тобой случится очень простое, мерзкое, а ты вытаешь в облаках, короче. Вот, проект, собственно, это и стихотворение. Вытри слезки, вытешься злобой, милый мой, для тебя пою. Пудрит носик, да смотрит в оба, птица певчая, гамаюн. Знай, пока ты валил мишени, дрейфовала тоски к мечте, птица маялась в предвкушении пухлых гусениц в животе. Так не смей залезать на крышу, врать про бабочек, жрать пьет. Птица помнит и птица слышит. Скоро мамка твоя помрёт. Спасибо. Ну тогда еще одно коротенькое, чтобы блог такой небольшой закончить. Называется Дюсалей. Ну это вообще такая элегия. Грустное, но светлое. Не получится вечно от печки плясать на земле, Будь ты хоть конопатой курсисткой преклонных годов. За тобою, Моншер, уже выехал твой Дюсалей. По марсельской брусчатке грохочет дрянное ландо. На сансаре сидеть, посидеть, один черт околеть. Сервирует апостолы стол на тринадцать персон. За тобой, Монами, уже выехал твой Дюсалей. Увязая в колдобинах пяток кривым колесом. И выходит в право плоскогрудая Анна Болейн. Не теряй головы и вперед, распахнув кимоно. За тобой давно уже выехал твой Дюсалей. Выходи к остановке и не забывай проездной. Спасибо. А можно спросить, а вот в данном случае Дюсалей, это какой символ? Да, давайте теперь поговорим, кто хочет вообще теперь перейти к теме «Критический вечер». Мы хотели спросить... Непонятно, вот особенно в интернете, потому что все ребята, я так понимаю, все общались со мной на интернете. А давайте теперь, скажем так, у кого-то может быть есть свой критический взгляд на то, что сейчас прочитал Иван. Вот я, например, чуть предыдущего, да, вот то, что я говорила, я уже высказала. Вот это моя, скажем так, критика, такая критика, да. Вот я не умею быть прокурором, я в основном адвокат всегда, в роли адвоката. Но у нас здесь есть еще и прокуроры. И при том, вот я чувствую там по контакту, кто-то очень хотел быть прокурором. Давайте вот сейчас, по тому, что уже прочитал Иван. Вот кто хочет вопросик такой, вот, или сказать, вот, Роман заманил, пожалуйста. Я вот хотел спросить, вот Дюсалей, вот просто очень интересно, вот символика ваших фихов. Вот вы в прошлом говорили, что вот это образ из Кавки, это образ из... Я вот забыл про Зайчую губу из Кроули, да. А вот Дюсалей, вот что это такой образ? Потому что это очень неожиданно. Вот для нас Дюсалей, вот для питерцев, это какое-то вот веселье просто, да, радость. Праздник радости, там всякие гимнасточки полуголые, там, знаете. Вот, а вот здесь просто очень интересно, вот символику, вот если это, конечно, другим тоже интересно. То есть, вопрос задан, может быть, может быть. Какое-то судорожное веселье гораздо страшнее, какой-то там показной грусти депрессивной. Поэтому такое вот, такая веселуха, она переехала, раздавила к чертовой матери, и все. На самом деле это что-то, что на тебя движется, естественно, смерть та же самая, та же самая колесница Кали, которая тебя накроет. Она веселая такая, милая, забавная. Не какая-то, не пышет серой, не едет там какой-то дьявол рогатый. Она тебя милая, просто задавится. Примерно так и... Ну, во всяком случае, это не просто слово в рифму, правильно я понимаю, Иван? Конечно, я только... Держи, меняемся. Так, следующий. Давайте, ребята, провод немножко маловато. Подходите сами. Для чего нужен микрофон, чтобы было слышно на камеру? А вот давайте вам дочек, вы кто участник? Да. Представьтесь, пожалуйста. Саня, 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 да. Ну, Константин Иванов обещал, спасибо, пишу раньше. Ничего не хотите спросить? Вообще спасибо. Я, кстати говоря, ничего не понял в сфетворении, поэтому я не могу лишнить. Понятно. А можно по порядку ведения? У нас порядок, Роман, понимаешь, у нас не будет круглого стола, у нас не будет... Нет, я просто хотел бы... Я хотела переснять... Ну, вы еще никогда не говорите вот слово даже никому и сказали. Да, подождите минуточку. Вы знаете, кровно. И Джамиль Нилов, кстати, Стефания, вот хотела сказать, и я хочу, чтобы вы ее послушали. Ну, пожалуйста. Роман, вы в чём? Надо сказать, я очень рада была вот так. Микрофон не работает. Нет, нет, очень близко. Это просто очень сильно понравилось. Я их читала еще месяца три назад в сети, наверное. И вот этот особенный цирк Дюссалей, эта тема для меня очень неприятная, потому что цирк, как само явление, я ненавижу. Тем не менее, вот стих не понравился. Вот это за тобой уже выехал в твой Дюссалей. Это фраза, которая говорит о том, что все мы рано или поздно станем марионетками. Кто-то нам будет отголодить. Вот, и это совсем не веселье, как сказал... Роман. Роман, Роман. Будем мы критиковать, будем стихи читать. Так что, ну, просто респект, я не знаю. Кстати, у вас книжка есть? Не, не, давно выпускалась. Слава Богу, этой книги уже нет, потому что там жесть, по-моему. Ну, вот книжка, в которой стихи такого уровня, как эти, представленные в паблике, я бы даже приобрела. То есть, я не могу здесь критиковать. Спасибо, это взгляд. Вот Аня у нас все хотела, чтобы там тоже. Я ничего пока не хотела. А кто хочет? А ты с места все время, там, как в школе. А я же в леплике, давай деньги. Кто хочет, ребята? Я хочу. Ладно. Ладно. А я просто хочу еще, ладно, спасибо. Перезвони, перезвони. Спасибо большое. Так, и сейчас будет происходить вот что? Я знаю, что многие желали предоставить свои стихи Ивану для того, чтобы он как бы подсиделил. Да, я хотел еще сказать. Это неожиданно возникло, да, предложили ребята. Приехал я сюда несколько дней назад, то есть до последнего не готовился. Успел только четыре лицензии. Может, всем будет интереснее на слух, хотя на слух сложнее лично, для меня, по крайней мере, что-то сразу говорить. Но на четыре я приготовить успел, буду тут бумажечек поглядывать, так что, если что, был поглядывал. А если бумажку сейчас... Друзья мои, вы меня извините, я просто хочу, вот, до рецензии, я просто хочу спросить. Дело в том, что вот у нас была создана группа, вот, по поводу этих встреч. Там был один странный человек, его зовут Филип. Я тоже хотел всем поставить, кричить мы там и так далее. Вот вы знаете, кто он? Вы специально ли это? Это вносный тролль. Да, да, романский царь. Я понял, что, пожалуйста, просто не знаю, вот, правда здесь есть. Нет, он, наверное, тоже подойдет позже. А это компьютерный вирус? Ну, он существует, на самом деле. Никто не знает. Я, никто его не видел в реальности. Он так, на самом деле, завтра увидел. Видели? Конечно. А откуда вы знаете? Это докладец, это из моей школы Марионка. Понятно, мама зафлет. Почему быть готовым? А то зафлется дискуссия и тут же понимает. Оставь свою призначку, но вдруг он принесет. Вдруг он принесет. Итак, действие, которые вы сейчас будете представлять, это участников стихи? Да, ну, пусть мы сейчас читаем. Давайте начнем. Итак, первое, кто у нас здесь сегодня присутствует? Хорошо. Хорошо, давайте по желанию. Первый, вообще-то давайте без списка. Давайте по желанию. Кто первый? Да, давайте. Даже если этого нет, будет так, что-нибудь. Будешь? А ты на бомбе в каком месте, кто-то не хотел первый. Да, вот я про это и говорю. Я не могу о стихотворении. Может быть, вы выйдете, пожалуйста, на помощь? Пройдите, и потом прообьем. Находием. И голову на власть. Вот сейчас так. Иван говорит стихотворение такого-то автора. И автор сдает это стихотворение, просто я его прочитаю. Да, очень хорошо, хорошие люди. Меня эти зубы прогонят хорошие. Да, я верю. Если ты веришь в меня, то неважно, сколько вокруг врагов. Пусть они дыкают пальцами дальше. Каждый быть должен готов к тому, что будут в спину плевать, пытаться унизить, навеки заткнуть, отнять твою волю, идут и кровать. Вот вся их мерзкая суть. Меня избивали словами, ногами. Я не знала, зачем держусь. Я вечно сплевалась кровью. Знаешь, теперь я этим горжусь. Мой город сожженный. И эти руины уже не боятся огня. Я стану смелой, я стану сильной, если ты веришь в меня. Такие вещи, конечно, как там, размеры или прочее. Чего не буду говорить, потому что будет какой-то детский сад, да, или школа. Я буду говорить просто о своих ощущениях по поводу этого стихотворения и какие-то сопутствующие мысли. Тяжко, конечно, сохранять такую кривую мину объективности, потому что мы, пусть заочно, мы знакомы были. Уже критика наша была. Да, да, да. Миры твои, лори. Миры лори, кстати, классно звучит, такая литерация железная. Какие, ну не знаю, легкие, воздушные. Даже когда ты пытаешься на себя навлечь флёр такой трагичности, что ли. Такие стихи, наверное, писала пресловутая Ассоль, если бы жила в наше время. Только она была бы с красными волосами, а не с парусами. И дорочитый наив иногда неудачен. К примеру, плевалась кровью в вечность. Ох уж эта вечность, она реально достала. В данном контексте не звучит просто ни разу. И немного не в месту одиозное знаешь. Даниль здесь трёпанная там разными. Полохольно-грустными впечатлительными девицами. А верный знак, это верный знак, дамы господа, что если стихотворение начинается с обращения, знаешь, помнишь, что-то тому подобное, то лучше дальше не читать. Но это я отвлёкся. А у нас что у нас? У нас не знаю как кому, я досыта наелся женскими стихами с искусственно искривлёнными размерами, с грамотно расшнурованными рифмами, с отсылками к всевозможным извиняюсь за выражение гораликом. Поэтому порой радуешься простоте неожиданно наивно, ибо всё давно смешалось в доме обломств, и простота выглядит уже реально кличайшим модерном. Поэтому и радуют строки вроде «Я стану смелой, я стану сильной, если ты веришь в меня», ибо в них нет ничего лишнего, и при этом добавлять ничего не надо. Потому и веришь автору, просто такое не сочиняется. Ну а протест, борьба над инфармизм, эти милые вещи лично мной воспринимаются здесь как декорации к автопортрету автора, пусть и написанному неосознанно. Не о времени ты пишешь, Лори, а о себе. Вот, я тебя узнаю. А сейчас, пожалуйста, что ты считаешь, что хочешь сказать по Богу своей критикой? И более того, всежелающие на работу, а я считаю, что это работа, и, в общем, работа Ивана, ответить, поговорить, пожалуйста, всежелающие. Ну, я вообще, на самом деле, может быть, не хорошо так слишком слащаво говорить, но я согласна на самом деле совсем что-то сказала. Даже когда писала, некоторые вещи мне вроде как и саму чуть-чуть так не нравятся. Думаешь, да и ладно, ну, ну, пусть так. И так прокатит. И так прокатит, да. Ну, вроде как все, полетлось. Вот за это тебе и надо расстрелять. Да, надо. Ну, вот, меня расстреляли немножко. В принципе, я совсем прокатна. Спасибо. И, значит, вам вот за это надо. И мы тоже начали. Так, еще, курино. Роман, вы просите слово? Я хочу сейчас на работу. Я хотел спросить мне, Роман, а как вы вот вам определяете, в чем суть этого стихотворения, вот, которого посчитала дома? Нет, я могу просто объяснить. Друзья мои, я могу объяснить суть своего вопроса, потому что это важно. Дело в том, что я долгое время назад был преподавателем русской поэзии для людей, которые преподают русский язык за границей. Потому что они прекрасно знали русский язык и говорили по-русски лучше, чем вы. Но когда они читали поэзию, они мне говорили, роман, я очень хорошо понимаю русский язык. Даже привет. Друзья мои, разрешите вам представить Дарью Спиридонову, большую ценительницу современного искусства, музейного дела, а также стихов. Да. Так вот, вопрос. Это был вопрос или ответ? Я не помню. Короче, ты преподаватель. А, да, вот. И вот они спрашивали все время. Вот я понимаю русский язык. Я понимаю, что здесь сказано, что здесь подъезжающее, сказуемое. Знаешь, я не знаю этих слов, но я не знаю, в чем суть этого стихотворения. Понимаете? И, да, конечно. И я просто стал задумываться, в чем суть. Вот у меня такой же вопрос. А в чем суть этого стихотворения? Давайте я попробую ответить. Лично я считаю, что если человек пишет и называет себя поэтом, то он хочет что-то донести людям. И, Роман, если... Творение, стихотворение поэта трогает слушателя или читателя, это не важно. Если оно трогает, то независимо от того, в подсознании где-то или еще, человек улавливает суть. Он эту суть улавливает вне зависимости от себя. То есть если с первых же строчек человека тронуло стихотворение, то, я думаю, найти суть и найти то, о чем написано, для него не составит труда. Другой вопрос, если человека не тронуло. Вот, на мой взгляд, все. Спасибо. Спасибо. По поводу судьи... Можно я? По поводу... Каш, выходи сюда, не тронуло суть. Нет, я достаточно громкий. Алиру, пожалуйста. Роман, дело в том, что суть... Ты должен увидеть сам. Здесь, если вы знаете, попробуй... Не спрашивая у Ивана, в чем суть. Если ты не видишь сушки, значит, для тебя это стихотворение пока закрыто. Если ты видишь какую-то суть, которую ты там... Все знакомые, пожалуйста, поработали. Нормально, я говорю, не надо... Говорите, Алина, не отвлекайтесь, пожалуйста. Половина из них, суть, она... Это абстракция. Суть, она... Я могу писать стихотворение, которое просто описывает... Там нет никакой суть. Меня отхватывает, когда я пришел. Вот фантан, черный, прекрасный. Дрех, нет, вы делаете, вы делаете, вы делаете, вы делаете, вы делаете. Копат. Я приду, и я буду... Я буду так писать, что я крутой. Они хотели бы... Они хотели бы изучать русские языки, но они считали, что они получили. Нет. Адрая его, чтобы он получил, что он обещает. Хорошо. Адрая, Пойдет, пожалуйста. Я очень много, например, удалила. Не просто удалила из интернета, писанного в группе, я очень много удалила. А потом я понимаю, что если не будет вот этого копания в чужом, то вообще критикам, всем профессиональным литераторам, вот, наверное, учителям, как нужно писать стихи, им просто нечего будет делать. Ведь в поэзии есть самое главное. Есть то, вот как бы ты ни обнажался в поэзии, ты все равно будешь иметь оболочку. Ты все равно будешь прикрыт. Потому что если ты весь раскрылся, все, ты больше не напишешь ни строчки. Я не знаю, это мое личное мнение, например. А у кого еще есть вопросы к Ивану по поводу работы его, критики? Кстати, вы знаете, замечательно. Если вкратце ответить на вопрос, в чем суть, если вообще на все стихи задавать вопрос, в чем суть, тогда можно ответить точно так же кратко, все клея. Суть строения вот этого здания заключается в том, чтобы когда-нибудь в этом здании вот собрались лично мы с вами. Вот кто-то оставил здесь свой голос, вот в ауре этого замечательного арт-кафе. Вот здесь вот тесно, много народу, ну и пусть лучше больше, чем вообще никого. Вот суть вот в этом, что сейчас сидит Иван, да, сейчас выйдет еще Константин, выйдут все-все-все ребята, вот все. И они оставят здесь свое слово. Значит, это в первую очередь суть в том, что ему нужно это сказать. И так по критике. Второе, значит, переходим ко второму участнику. Или кто-то хочет сказать, давайте, ребята, вы не стесняйтесь. А я вопрос тоже придумал, а в чем не суть? Придумал. Ну, я его сказал постоянно. Не суть, да, это ж круто вообще. Что-то новое. Кстати, это очень новое. А в чем не суть? Итак, следующий участник, да? Не, еще по поводу стиха Лори. Суть не суть. Для меня, что просто то, что она хотела выразить одно, а в итоге, помимо ее воли, оттуда вылезло совершенно другое. У нее там больше написано о какой-то там гражданственности, мерзко, там все, чуть ли не системы и прочее. А это вижу просто саму девушку, вот, такую максималистку. И суть эта самая вылазит помимо воли автора. То есть она не романтична, но максималистна. Да, тут еще Константин Иванов есть, панк судя по всему. Почему? Почему панк? Да, почему панк? Спасибо. Только вы знаете, я что хочу сказать. Все-таки стихи-то, когда вот Иван начинает критику, да, мы, по-моему, забываем о том, что автор тоже там стихотворение читал. Вот надо уловить этот интересный момент. Представление автора или все-таки критика его творчества, ну, то есть, вернее, взгляд на его творчество. Вообще, критика такое слово, голкое. Так, Константин Иванов. Я листочек возьму. Вообще, я его помню, на всяком случае. Это просто стихотворение, оно как раз сейчас будет очень актуально. И вы, естественно, не все, потому что это такое личное. Хватит орать о том, что ты против. Хватит напрасно в воздух вопить. У меня к тебе есть предложение. Требую, чтобы не запретили. Нет, кроме шуток, на полном серьезе. Выглядитесь в меня. Я реальное зло. Спросите любую, и она подтвердит. Разве что, кроме тех, кому повезло. И они избежали какой-либо связи. Соскочили раньше, чем стало больней. Остальные же верят, что я питаюсь сердцами. И от этой диеты становлюсь все сильнее. Да, это правда, так все и было. Не верь моим стихам о любви. Я все набрал, напиздел и придумал. Да у меня же по локоть, руки в крови. Не ведись, если кто-то скажет неправда. И даже не пытайся что-то исправить. Я еще та самовыкновенная, бразь. Гораздо хуже, чем ты можешь представить. Ну, про гуннов я уже говорил. Тут, может, еще что-нибудь скажу. Переезжаем тут-ту, дабы не сыпать сейчас мудреными, ну, для присутствующих, наверное, не мудреными, тогда уже одиозными словечками из учебника 9 класса по литературе. Кто-то еще с коровью напишет, по-моему, слабо-тоникам, мол, где амфибрахи у тебя, комрад коротковат. Судим о данном святовлении, просто как в тексте песен. Мне кажется, что это именно так и есть. Потому что стилистические, ритмические вольности довольно большие. Общее такое настроение, эко-панкота, поэтому я говорил про панков. Потому что народ, что-то пещерное нишианство такое, сверхчеловек из подземного перехода. Там, где оно выдерживается, выражение, например, на полном серьезе, на пиздело придумал, не ведись, если кто-то скажет неправду, это выходит круто. Когда же автор начинает пользоваться дохлым псевдовозвышенным словарем, например, я реальное зло, я стала больнее, питаясь сердцами, образ похмельного труза ратустры как-то затушевывается, и из стихотворения глядит посетованный скейтер с челочкой, что, как известно, со времен Гомера уже не труд. И совершенно выбивается, звучит анекдотом, строка про локт в крови. Коррозия металла, например. Ну и вместо паскриптум, возможно, кто-то скривит нос, финн назвался там критиком каким-то жестким, хвалит тексты панк-песен, наивную гражданственную романтику. Дело вот в чем, дамы и господа. По мере возможности свяжу, пусть и по сети, за поэтическими движухами в столицах двух. И в последнее время меня не оставляет ощущение, что происходит какая-то стагнация. Люди варятся в собственном изысканно меланхоличном или точно циничном сапку. Талантливые многие пишут хорошо, тоже многие. И все же реально, ребят, гумнов нету. Эдаких маули, которые не были бы отравленной позицией, все уже написано, не считали бы всевозможных Шенгеля-Менгеля. Людей, пишущих грубо и коряво, напишущих так, будто до них никто ничего не писал. И потому обреченных сказать новое слово. Они грядут уверенно. И потому напряженно всматриваясь каждое новое имя. Возможно, это будет все.